Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в преддверии Нового года хочется несколько слов сказать для вас в качестве поздравления, но хочется несколько слов сказать и об итогах уходящего года. Мы с вами пережили непростой год. Он непростой тем, что с 1 июля была внедрена электронная ветеринарная сертификация. Она была внедрена практически на все, кроме готовой продукции. Готовая мясная продукция вошла в электронную сертификацию. Было много дебатов на эту тему, особенно наши иностранные коллеги почему-то заботились о том, чтобы в России было не очень прозрачно. Но вместе с тем год показал следующее, что мы с вами каждый день теперь в электронном виде оформляем более 5 миллионов сертификатов. Ранее мы оформляли около 60 миллионов за целый год. И эти 5 миллионов сертификатов, которые оформляются каждый день, они выльются в то, что мы с вами миллиард 700 миллионов примерно сертификатов за год выпустим. И это не просто цифры, которые ничего не отражают. Это цифры, которые отражают работу всей нашей службы. Почему? Потому что я должен вас предупредить, что в новом году у нас с вами изменяется практически функция того, что мы делали. Нам теперь нужно уметь анализировать то, что мы сделали. И в электронном виде те наши системы, которые работают, они несут совершенно другие нагрузки. Они должны нести нагрузки выборочной проверки, выборочного контроля и нам с вами всем добавить массу обязанностей в качестве анализа сложившейся ситуации. Я хочу сказать, что в этом году единственное территориальное управление, которое начало анализировать результаты работы электронных систем, это территориальное управление по Белгородской области. Наша коллега Аушева очень успешно позанималась тем, что не просто подняла какие-то два месяца этого года, она проанализировала 16-й год, 17-й год и уже 18-й год в части того, что мы с вами раньше делали. Это лабораторный контроль, это выявление фальсификации и это перемещение продукции не только в рамках своего региона, а в рамках страны. Для чего это нужно сделать? А это нужно всем сегодня сделать для того, чтобы понимать, у вас на территории могут работать предприятия, которые сегодня прикрывают фальсификацию на самом деле. Да, они могут ее не производить, но та продукция, которую они выпускают, она может служить прикрытием для фальсификации. И очень важно нам с вами сделать так, чтобы те системы, которые мы создали, это Меркурий, Веста и непосредственно система раннего оповещения, когда они работают вместе, важно, чтобы вы понимали, для чего они работают. Они работают для того, чтобы вы ясно и понятно понимали, продукция ушла, продукция подверглась мониторингу в разных областях. И бывает так, что мониторингу подверглась не та продукция, которую отправляли, хотя числится она этой продукцией. Поэтому вот наша коллега Аушева, она внимательно посмотрела и сделала интересные выводы. Я думаю, что для всех, для нас очень полезно сейчас понимать одно, то, что электронные системы, которые сделаны, они открывают совершенно другие горизонты и совершенно другие понимания. Могу привести пример. Теперь мы с вами можем наблюдать за процессом уничтожения продукции. И то, что в прессе фигурирует наше обнаружение, когда сыр вместо уничтожения переплавили, вплавленный, добавили растительные жиры и продали, это тоже можно обнаружить. Можно обнаружить то, что уничтожение, которое фигурирует по бумагам, на самом деле в электронном виде не подтверждается. И те договоры на уничтожение, которые подписали предприятия, как крупные ритейлеры, так и мелкие, та просроченная продукция, которая должна была быть уничтожена, на самом деле ничего не уничтожалось, потому что предприятия, с которыми подписаны, они даже не способны уничтожить. Все это является сегодня в стране системой, в которой нужно вести порядок. Никто не говорит о том, что качество и безопасность у нас сегодня такие, что очень это озаботило всех. Сегодня, перед Новым годом, можно сказать, что в этом направлении мы много сделали, наши коллеги из других министерств много сделали, и важно понимать другое, что уровень нашего развития, когда мы говорим об экспорте, тоже совершенно другой. Нам нужно с вами двигаться вперед и делать так, чтобы наша продукция, она и по качеству, и безопасности соответствовала самым высоким стандартам. И в этом отношении возникают различные вопросы, в том числе мы с вами переживали. Например, вот белково-жировой продукт. Никто не может сказать, что это за продукт, но все видят, что это продукт идентичный сыру, только там растительный жир. И проследить этот продукт, несмотря на все старания, он не поднадзорный ветеринарному надзору, нашим коллегам, допустим, из потребнадзора, как я понимаю, не удалось. Куда он делся и во что он превратился. Мы единственно смогли отследить, когда было поручение заместителя председателя правительства, отследили то, что просто манипулируют сегодня и продают этот белково-жировой продукт вместо сыра. Что существует ряд компаний, которые непосредственно занимаются перифасовской продукцией, переклейкой-этикеткой, разрезкой и большое количество продукции, которая поступила из Беларуси. Кстати, наши коллеги жалуются на то, что к ним предвзятые отношения. Вместо молока почему-то завозили десятки тысяч тонн белково-жирового продукта, вытесняя тем самым свою молочную продукцию. Но самое главное, что сегодня поднимается в прессе и везде, вот миллион тонн практически пальмового масла, которое ввезено. Оно было ввезено, часть на технические цели, какая-то часть использовалась хлебопекарной и кондитерской промышленностью, какая-то часть использовалась для того, чтобы заменить молочные жиры на растительные. А где прослежимость, какое количество, кто потреблял, куда это прошло, у нас сегодня никто сказать не может. И наша с вами задача, учитывая то, что белково-жировой продукт сейчас к нам попадет под надзор тот, который вообще раньше был, и при вступлении ВТО, благодаря стараниям наших американских коллег, он ушел из-под надзора, из-под нашего, и не только американских, а тех коллег, которые сегодня у нас и в молочном союзе подтверждали то, что ну не надо сегодня надзора, зачем сегодня электронная сертификация, ничего не нужно контролировать. Так вот, получается, что контролировать очень много нужно. Включая то, что у нас с вами молоко, которое берут от фермеров, и которое приходит на крупные предприятия, нужно контролировать и возникновение НДС. Это так же, как в зерне, если зерно экспортировали от фермеров, а ни одна тонна зерна из России не уходила, без того, чтобы не было возврата НДС. То же самое молоко, которое идет от фермеров с крупных регионов, потребляется нашими крупнейшими предприятиями. В том числе с иностранным участием, а я что-то не слышал о том, чтобы оно было без НДС. Я слышал только, что все молоко собирает один сборщик, потом второй сборщик, потом третий сборщик, и возникает НДС, которое государство выплачивает. Так вот, наша с вами система прослеживания, они служат для того, чтобы было понятно. Это молоко законно произведено, в обороте оно законно, и на законных основаниях оно должно переходить от одного к другому, и это можно проверить. Аналогично можно проверить сегодня любые виды красной икры, черной икры. Я вам могу сказать, что по черной икре мы, к сожалению, не можем сегодня констатировать, что икра российского производства прослеживается. Мы можем констатировать, что самая хорошая прослежимость у той икры, которая ввезена из Китая и из Италии, потому что на границе они попали и введены в системы, в электронные, сотрудниками Россельхознадзора. И дальше четко идет прослеживаемость. Каждую банку можно отследить. Единственное, что эти банки все потом в торговле, почему-то российскими наименованиями и брендами называются, а нигде не написано, что это икра черная из Китая и из Италии. Но это уже другие проблемы потребителей, поэтому когда вы платите деньги, я думаю, что вы тоже хотите знать, что икра, которая российская, она российская, икра, которая расфасована в России, но она китайская, должно быть написано, из какой продукции произведена. Да, она безопасная, да, она пришла в соответствующие анализы, но она пришла из Китая, из аквакультуры. Поэтому много того, что мы с вами сделали, особенно в системе лабораторного контроля, и то, что мы с вами будем продолжать делать, с учетом того, что системы лабораторного контроля в электронном виде легко проверяются, видно, кто сделал, что сделал, в каком формате сделал, какими методиками, и с нами пока здесь тяжело соперничать нашим коллегам. В частности, наши казахские коллеги переходы брали на электронные системы и брали на себя обязательства преступления ВТО еще, по-моему, в 2015 году, но до сих пор ничего не сделали, и никаких сегодня перемещений в электронном виде показать не могут. Поэтому я думаю, что вот этот аспект прослеживания, он очень важный. Важно то, что фальсификации становятся меньше, потому что понимают, что ее легче отследить, особенно в нашей поднадзорной продукции. Но в данном случае, думаю, что всем вместе следует и всем органам исполнительной власти более тесно работать и поручение председателя правительства о том, что все интегрированы были системы, и показывали, кто что нашел, пока будем говорить, что Россельхознадзор в этом отношении, наверное, впереди, потому что мы показываем все, что у нас есть, и показываем лабораторные исследования, можем поднять любые протоколы исследований. Дальше вы все занимались тем, чтобы смотрели те декларации соответствия, которые на продукцию есть, и в частности на молочную продукцию. У нас практически около 700 за этот год деклараций отозвано, вот были 668, но я думаю, что за этот месяц еще прибавилось. И вот этот отзыв декларации, он подтвердает то, что вот нами отозвано 668 было деклараций за 11 месяцев. Это много или мало? Ну, наши коллеги из Потребнадзора отозвали 197 по отчету за 9 месяцев. По стране это много или мало? А никто не может сказать, потому что для того, чтобы это говорить, нужно в электронном виде все это проверить. А сколько всего продукции произведено? Или говорят там фальсификация, разные цифры. А сколько произведено молочной продукции? А 3% от произведенной продукции это много или мало? А 20% это много или мало? Я вам могу сказать, что наши подсчеты говорят о том, что уходы от НДС в 18%, когда продукция фальсифицирована растительными жирами, а должен быть 18% налог на добавленную стоимость, уход на 10% за счет того, что вы фальсифицированную продукцию сделали молочной и получили 10% – это минимум 10-17 миллиардов рублей, которые государство выплатило, будем говорить, в виде льгот, и либо зачло налоги, либо просто компенсация. Это 10-17 миллиардов рублей. Мы очень поверхностно считали, это не наша функция, ведь наша задача просчитать последствия, которые ведут. Так эти последствия все связаны с тем, что чем больше прослеживости, тем больше безопасности. Чем больше прослеживости, тем больше возникает вопросов, что все связано с деньгами. И фальсификации связаны с деньгами, и НДС связаны с деньгами, и поэтому на нашем рынке не должно быть небезопасной продукции, но и не должно быть той продукции, которая сегодня по качеству не соответствует заявленным параметрам. Потому что качество, то, которое мы считаем должно быть с нашей точки зрения передано в регионы, и за это в первую очередь должен губернатор отвечать не факультативно, а за ту продукцию, которую выпускает сегодня непосредственно в регионе, должен отвечать в том числе весь комплекс и вице-губернатор, и губернатор. Это не просто заседание комиссии, когда даются какие-то рекомендации, это сегодня прямая ответственность, продукция, которая выпускается, качество и безопасность должны подтверждаться в регионе. То, что касается нашего направления растеневодческого, конечно, здесь мы пока не сдвинулись с места в отношении контроля за использованием пестицидов в сельском хозяйстве, несмотря на то, что уже этим занимаемся 7 лет, после того, как наш коллега, заместитель министра, не предупредив Россельхознадзору, завизировал все документы и отправил Алдошину, у нас был такой заместитель министра. Вот он оставил нам 7 лет работы, еще сколько лет работы мы не знаем, но факт в том, что Россия одна из тех стран, которая через какое-то время, если не будет подтверждать использование пестицидов в сельском хозяйстве, вот мы в зерне имеем эти полномочия, мы зерно успешно экспортируем и отвечаем за то, что это зерно с точки зрения безопасности по пестицидам имеет соответствующую безопасность. Но мы таких полномочий не имеем ни по овощам, ни по фруктам, и чем больше мы будем производить и хотим выходить на другие рынки, тем больше у нас будет с этим вопросов и проблем. Но этой работой сегодня все занимаются, есть несколько поручений представителя правительства и президента, и непосредственно, в первую очередь, конечно, это не только нам нужно, это нужно Министерству сельского хозяйства, и вообще наше министерство, оно должно быть и сельского хозяйства, и пищевой промышленности. Мы надеемся, что все программы, которые касаются пищевой промышленности, они будут концентрироваться все-таки в Министерстве сельского хозяйства. И когда мы говорим об экспортном потенциале, то в первую очередь экспортный потенциал подразумевает ту переработанную продукцию, которую мы экспортируем. Сегодня вы знаете, что на экспорт в любом случае мы выдаем фитосанитарные сертификаты по всей готовой продукции и ветеринарной, а внутри страны у нас за качество хлеба, за который раньше отвечала Росхлебинспекция и Государственная инспекция по хлебу в СССР. Сегодня эти полномочия перешли к потребнодзору, и получается так, что министерству задают вопросы и по качеству, и по цене, и по всему, а механизма контроля-то нет сегодня, он совершенно в другом ведомстве. Поэтому в данном случае мы думаем, что контроль за использованием пестицидов в сельском хозяйстве, он должен быть такой, как в Бельгии, где сейчас, допустим, Раундап, пестицид известный всем, но только нужно аттестоваться для того, чтобы использовать. И у нас должно пройти понимание того, что сегодня пестициды просто так нельзя использовать. И учитывая то, что система проверки пестицидов сегодня в продукции отсутствует у Министерства сельского хозяйства, а только получается пестициды проверяют в магазине нашей коллегии Роспотребнадзорного, наверное, это не самая действенная система, ее тоже нужно оценивать нам вместе всем. Я думаю, что то, что мы делаем в растеневодстве, это большая победа, конечно, в целом, но и большие обязанности мы также делаем и сделали уже системы прослеживаемости Аргус Фита, которые работают в растеневодстве. Мы сегодня по зерну имеем все в электронном виде электронные сертификаты, которые по перемещению зерна. Мы значительно в этом отношении продвинулись впереди всех стран наших Евразийской комиссии. Я думаю, что это является серьезной заявкой на то, что мы в этом направлении станем экспортером не только зерна и продуктов переработки, но и экспортеров и овощей и фруктов через какое-то время. И мы этому все вместе должны с вами помогать. Второй вопрос, который я бы хотел затронуть, наверное, не все пока заметили, но после коллегии первого числа, которую мы провели, 1 ноября, мы приняли решение обновить состав руководителей территориальных управлений. И на сегодня ряд руководителей территориальных управлений, кто по собственному желанию, кто не совсем по собственному желанию, но где-то у нас примерно 20% руководителей после ноября до января месяца обновится. И это требование не просто жизни, это требование выживания в наших условиях. Мы не можем сегодня останавливаться на достигнутом, мы должны сегодня двигаться вперед. И я не хочу сказать, что все работали, те, кто меняет сейчас место работы, плохо. Я хочу сказать, что просто сегодня это вынужденная мера, которая говорит об усилении ответственности за то, что мы делаем. Если правительство дает поручения, которые мы должны выполнять, а люди смотрят на это как на факультатив на какой-то, мы, к сожалению, это не можем сегодня с вами просто наблюдать. Мы принимаем меры. Я думаю, что вы это заметили. В этом отношении есть и вопрос, конечно, о омоложении кадров, но самое главное, все-таки эта эффективность работает. Так что, я думаю, вот эта мера, хоть и вынужденной, хоть и много заслуженных людей, которые имели заслуги, но нам надо с вами перестраиваться. Былые заслуги – это хорошо, но наличие правильной системы работы – это самое главное. И умение анализировать. Скажу, что определенный сдвиг прошел у нас в прошедшем году непосредственно и в контроле за землей. Практически у нас более 150 тысяч гектаров земли, которые вернули в оборот, это непосредственно с нашим участием. Многие вопросы, связанные со свалками на землях сельхозназначения, с неэффективным использованием земли, у нас стали совершенно в другом свете. И я хочу предупредить всех руководителей, что вы тоже не можете сегодня в соответствии с законодательством принимать меры по своему усмотрению. Если при использовании земли написано, что вы должны оштрафовать юридическое и физическое лицо, то у нас есть пример, когда руководитель оштрафовал физическое лицо, а потом ему в судебном порядке предъявили ущерб государству по 10 участкам, примерно 3,5 миллиона рублей, потому что посчитали, что он должен оштрафовать по 400 тысяч рублей за участок, а оштрафовал по 50 тысяч физическое лицо. Поэтому вы должны понять, что у нас с вами, с одной стороны, мы должны способствовать развитию и не мешать, с другой стороны, мы должны понимать, что законодательство и прокуратура, которая надзирает за нашими действиями, счетная палата, они смотрят соблюдение законодательства. И вот этот баланс, он может быть только в стороне законодательства. Не можем мы сами трактовать по своему желанию. И не может сегодня даже желание губернатора о том, что не принимайте меры, он исправится. Да, но зафиксированы нарушения, и мы, к сожалению, должны это делать. Поэтому я хочу вам сказать, что вот та работа, которая была проведена нами в 2018 году, она достаточно большая, но хочется верить, что все-таки в 2019 году мы с вами будем иметь другие рубежи. Мы перейдем на электронную сертификацию готовой молочной продукции. И те, кто сегодня говорят о том, что это невозможно, ну, во-первых, это неправда, а во-вторых, то, что никто не замечает, что готовая мясная продукция вся в электронной сертификации, она идет в автоматическом режиме. И совершенно нет никаких опасений, что мы это сделаем также в готовой молочной продукции, и мы проследим с вами все перемещения. Если будут нужные и будут поручения, аналогично мы можем сделать и с пальмовым маслом, аналогично мы можем сделать с любым видом продукции, которая превращается и переходит из одного вида в другой. Новый год все-таки это Новый год. И хочется всем вам пожелать новогоднего настроения. Конечно, вот у нас разные регионы, разные климаты, разные климатические зоны, разные часовые пояса. И то, что мы с вами хотим встретить Новый год вместе с нашими родными и близкими, вместе с нашими детьми, конечно, это те желания, которые у человека каждый год есть. Но еще хочется встретить Новый год с сознанием того, что мы с вами много сделали и многое должны сделать. Я вам желаю всем здоровья, счастья, успехов, и надеюсь, что мы с вами в Новом году совершим очередные прорывы, которые практически сегодня в рамках целой страны мы сделали в электронной сертификации. Спасибо. 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 Продолжение следует...